овсянка банан творог все полезное сахар наверное положил мед как енот еноты у нас любят все сладкое я не знаю что ты первый раз на ютюбе что ли с тобой да так это мы твоего записываем мы с тобой даже песню пели о любви а ты говоришь не знаешь что говорить даже люди поверили что мы с тобой любовники здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас в гостях либо я у нее либо она у меня наталья фальконе моя давняя боевая подруга моя мама ютуба ютубная мать подожди ты мне говорил что я твоя ютубная жена как-то я в матери то перешла ну мать знаешь как потому что ты мне помогала ты мне учила к себе наше любовница что Com с любовницами делятся секретами sea пусть говорят я должен спросить как у тебя дела как ты проведала карантин не должен не должен Ну почему? Я спрашиваю Я не знаю Не будешь отвечать Просто у меня-то не такой разницы, как у тебя У тебя были концерты-концерты, потом раз, все и упало У меня как У меня появились еноты, я больше не знаю У меня ничего другого нет У меня все одно и то же Все хорошо, все прекрасно Видишь, как заходят по просмотру Так, ну что, давай, короче, поиграем с тобой в игру Было-не было Это такой формат в Ютубе Всем известный Я, кстати, его и не знал Потому что я когда залез посмотреть Два-три года назад Прямо миллионные просмотры Там было два-три года назад Ты его не видел, да? Не видел никогда Я его не знал Честно признаюсь, вопросы скоммуниздил Что-то свое добавил И как-то так сложилось, что из 53 вопросов Ну процентов 50 почему-то на сексуальную тему Я не знаю, я не специально Ты что, мне раздеться, что ли? Я не понимаю Ну там беспошлятины Я же не могу Я же по тебе воспитанник Ты мать и не можешь ничего сказать Ютубу Действительно Пошлят пошли Почти беспошлятины Ну я готовился Я прям одним махом как сел Пересмотрел все видео Что-то в голове у меня сложилось Тебе понравилась эта рубрика? Да, да Смешно смотрится Интересно смотрится Смешно смотрится, когда люди скрывают то, что Явно, что они делали, но они говорят нет Вот есть такое, да? Да, это очень видно Ну все, поехали Значит, отвечаешь Да, нет, было, не было И если меня что-то заинтересует Я начинаю подробнее спрашивать Ну вначале будет немножечко как-то так банально И ты мне тоже на эти вопросы задавала Но неважно У меня даже давление поднялось на самом деле Да? Да Водички попей Спала ли ты когда-нибудь голая? Да, всегда сплю голая, только голая А Винсент? Видишь, какая разница у нас с тобой? Ты сказал, что Винсент А Винсент? А Винсент Бывает голый, бывает нет Смотря просто как холодно у нас в доме Да? Да А кстати, вы спите с кондиционером круглый год? У нас фен работает и в морду дует ветер Мы вот так спим Поэтому мы спим под одеялами обычно Но я очень люблю, потому что У нас кондиционер и фен работает И ко мне когда В смысле не фен, это как это называется? Вентилятор Вентилятор Да, и когда люди это узнают, они говорят И мы не понимаем, как ты спишь А я так привыкла, я сначала не могла привыкнуть Но меня Винсент приучил И я сейчас, мне кажется, что воздуха не хватает Если не дует что-то в лицо Представляешь, мы так спим Ой, это прям опасно даже Ладно, поехали дальше На тебе когда-нибудь рвалась одежда? Да, колготки капроновые Это было в публичном месте? Ну, конечно, да Идешь, я работала в Таймшер, делала презентацию У меня стрела была большая Да и в России тоже Да, это было ужасно Ты сразу бежишь, ищешь где-то лак или клей, чтобы заклеить, чтобы дальше не шло Ой, я помню, как это так лакомо заклеивали Скажи, а у тебя на этой неделе был секс? Сегодня был О-о-о, как интересно Ну, раз пошли прям конкретно про секс А ты представляла секс со мной? Нет Нет, правда Почему? Ну, потому что я не знаю Потому что ты мой какой-то друг совсем, друг Какой-то братан прям Да? Ну ладно Я так надеялся А ты представляла, что ли? Вопросы сейчас задаю я Ой, не могу, смешно мне почему-то Тебе когда-нибудь присылали интим фотки в директ, в инстаграм, ну или вообще в личку? Ну, какие-то вот уроды присылали, которые с камеры, вот это было А так, чтобы даже когда мы свинца встречали, он никогда мне не присылал такого Нет, это я не... чужие люди, да Чужие люди с камеры присылают Такой член могут прислать ужасный Ну, их сразу банишь и все Да? Ну, скриншот себе делала? Нет У нас в своем огороде дофига этого Ну, вот вопрос повторяется Ты ела еду с пола? Ела, конечно Всегда я готовлю, у меня упадет, я поднимаю и ем Всегда Напивалась так, что падала? Ну, это было в техникуме, в техникуме, когда мы ездили в колхоз И там мы, конечно, напивались так, что падала Это я была, когда еще совсем... А ты предлагала за деньги? Нет А ты? Видимо, я не настолько красива, что мне предлагалось А ты предлагала за деньги? Нет Нет Слушай, ну точно скажешь, что ты какой-то озабоченный Ну, я не виноват, там все вопросы такие были Ну ладно, что, озабоченный, я говорю, что, от правды-то уже от неких отца, ладно? Ну, про нос уже не будем Разглядывала, что наковыряла носок? Даже ела в детстве Мне кажется, все ели Так, доводила сама себя до оргазма? Да Это вообще нормально Не будем углубляться Так Ходила ли по маленькому в ванну? Да Как ты говоришь, и в океане, и в душе, и в ванной Но не в бассейне, в бассейне этого не делать никогда Тебе когда-нибудь изменяли? Конечно А ты изменяла? Конечно Зато честно Да, изменяла, это было с первым мужем, который отец Артема А, да А с кем изменяла? Да я уже не помню С вами помню Он от меня так гулял, что я уже прям думала, ну хоть бы мне изменить Вот я помню это Косила ли ты когда-нибудь от работы или от школы? Градусный человек вот так вот наделал И меня, я рассказывала в моем прошлом интервью с Максом Что все равно стучу градусник на 39, на 38 И мама не понимала, что со мной, и меня даже в больницу один раз положили на две недели И мне там так нравилось, что мне еще раз хотелось туда попасть, потому что у меня там друзья появились Ну детская больница, вообще это будет классно Обманывала ли ты когда-нибудь своих зрителей на ютубе? Конечно, естественно А как? Ты всю правду не можешь показать, рассказать У тебя какое-то, что должно быть, свое личное Ну да А ты когда-нибудь воровала идеи для своего ютуб-канала? Обязательно Обязательно я смотрю на ютубе, что в тренде И смотрю, что я могу повторить Например, 50 фактов обо мне Естественно, я увидела это Да, я, кстати, тоже этот формат брал И, например, сейчас ты своровал, и как я своровала, было-не было Да, согласен Пользовалась Фу, раз-раз, подожди Ты пользовалась ли когда-нибудь чужой посудой или приборами? Обязательно Пользовалась Пользовалась Когда, как говорится, при печет, то пользовалась У меня вообще в машине вилка лежит дежурная Я вообще человек не, как там сказать, не брезгливый Я не брезгливая, может быть Ну, я, конечно, не могу, допустим Если чья-то высохшая тарелка, и там еда размазана Я не могу из такой тарелки, я не могу съесть Но я не брезгливая тем, что я могу пойти на те же гараж-сейлы Буду трогать там вещи вот эти поношенные И мне будут писать, что Ой, как ты можешь это трогать? Я вот не брезгливый человек Я тебе подскажу больше Когда работал в ресторане, мы даже доедали еду Я могу легко пить из чужой бутылки Очень часто люди даже не трогали еду И мы прям вносили на кухню, мы делили Какую-нибудь котлету Ну, а ты можешь, допустим, выпить из бутылки воду Когда кто-то еще пил из этой бутылки? Легко вообще У тебя есть что-нибудь неприличное в твоем телефоне? Ой, что у меня неприличное? Ну, переписка с тобой, да Нет, я не говорю, какие-нибудь фото-видео Нет, нет таких Я обычно стараюсь ничего вообще никогда не держать в своем телефоне Потому что знаю, что я могу его потерять А во-вторых, я никогда не делаю такие видео Потому что у меня не настолько красивая фигура, чтобы даже и фотографировать Понял Был ли у тебя секс на улице? Был В поле? Нет, не в поле Когда работала дояркой? В большом гараже, где много-много машин парковочных И еще был в самолете Я снимал очки, и мы начинаем подробно эту тему Нет Вот недаром, понимаешь, у меня вопросы все такого характера Потому что есть что спросить Конечно Как в самолете? Подожди В самолете, так вот был в самолете В туалете? Да Я уже вижу заголовок этого видео Она занималась сексом в самолете На самом деле было страшно И я думала, если самолет сейчас разобьется, то я знаю почему Одновременно было страшно И я такой был адреналин Вы прошла или ты когда-нибудь подарки мужчин? Нет Мне мало их дарили и почти не дарили Я не прошла никогда Мне всегда было стыдно брать подарки Я не знаю почему Да? Да А ты когда-нибудь шлепала мужчину своего или мужа по заднице? Никогда этого не понимала И я могу Я не имел ввиду Я не имел ввиду во время секса А просто подойти Ну, Винцент всегда Хлопаю, говорю, мой малыш Но это как бы не сексуального характера Просто вот мне нравится А черт решил, что это сексуальный характер Ты сама сейчас это Решила Потому что ты не сказал Я просто Я просто Мазывал Что я вся с зелеными ходила Чтобы больше не грызло Засовывала ли ты в рот лампочку? Нет Нет А лак? Потому что я знала, что ее уже не вытащить Я это читала где-то Что она зайти зайдет, а вытащить ее не вытащишь А почему вот так? Я не знаю Так Здесь пропущу Пробовала ли повторить то, что увидела в видео для взрослых? Наверное Ну, может там по молодости Ну, наверное, да Порнуху какую-то там смотрели Я тоже порнуху никогда не любила Но с моим первым мужем мы как-то смотрели порнуху Это произошло, я помню Мы приехали с моим первым мужем в Ригу И у Марины тогда были эти видео А мы их тогда не видели И она нам показала И я помню, что мой первый муж, Юрка Смотря, он прям сползал со стула Потому что он ее до этого не видел Но я вот эту помню картину И как раз вот помню Вот мы насмотревшись Вечером уже Вот что-то мы там повторяли Но это было для нас, конечно Мы тогда кроме карт Каких-то карт черно-белых Мы не видели никогда ничего такого И тут нам показывают Да, 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 да Послушала ли ты когда-нибудь чужие разговоры? И, может быть, при этом испытывала испанские стрелки? Стыд? Ну, чужие разговоры я подслушивала Но испанский стыд Тогда, получается, я испытывала за себя За то, что я подслушиваю Ну да, подслушивала Но уже не помню при каких обстоятельствах Но часто бывало, что подслушаешь и понимаешь Лучше бы ты это не слышала Ты употребляла когда-нибудь запрещенные препараты? Никогда Вообще Но алкоголь не в счет Алкоголь не в счет, но никогда Я даже не представляю Как это Я до сих пор не знаю, как пахнет марихуана Ты понимаешь? Я не понимаю вообще Ты в Америке Я ходил по Америке Этот запах везде А я не знаю, как она пахнет Поэтому я не могу ее отличить Я никогда не пробовала ее Ой, такой запах Его трудно с чем-то перепутать Вообще никогда не пробовала Никогда Хотелось бы, наверное Но не знаю, пойму ли я вообще чего-то Так Делал ли ты себе когда-нибудь интимную стрижку? Нет У меня не хватало там волос, чтобы ее делать Ну это правда Я только сейчас понимаю, что какие у меня правда вопросы Ужас какой Ты часто плачешь? Вообще никогда почти не плачу Я почему-то стесняюсь плакать даже сама перед собой Даже когда я одна Никогда Даже когда мы с Винцентом смотрим телевизор И такой момент, что плакать И я на него смотрю, что он плачет Мне неинтересно А сама не плачу А я могу заплакать даже от красивой музыки Я очень редко Ну хотя вот собаку на сене смотрю И плачу на этом моменте, где они вместе Ну не то, что плачу Но такое бывает А, еще подожди, нет И как же Я плакала в 17 мгновениям весны Когда они встретились с женой в кафе И это было совершенно недавно Раньше я не воспринимала так А вот совершенно недавно Где-то лет 5 я посмотрела И прям в захлеб, мне кажется, я ревела Внутри какой-то был захлеб такой И слезы велились Понял Облизывала ли ты пальцы после еды? Всегда И тарелку тоже вылизываю Аналогично Был ли у тебя секс втроем? Нет К сожалению Говорит, ты скучная Говорит А покупала ты тест на беременность? Конечно, очень много раз Причем все время покупала тест на беременность С надеждой, что я не беременна Вот была такая настолько дура Конечно, сейчас бы, допустим, я бы с удовольствием родила Но тогда я и сделала два аборта И могло бы быть два ребенка Но тогда, наверное, я бы не оказалась в Америке Если бы я родила еще Стеснялась ли ты когда-нибудь волосатых ног? Да, стеснялась У меня такие белые густые волосы И очень часто я забываю брить их И бывает, что у меня они, да, торчат Стеснялась, конечно У тебя есть секрет на миллион Который ты никогда никому не расскажешь? Конечно, есть И не один Расскажи! Ну ладно Сам спросил, что никогда никому не расскажешь Да, да, да Ну, не какой-то там уж очень страшный Но просто такой связан с отношениями Именно вот с мужчинами Читала ты когда-нибудь чужую переписку? Ну, наверное, когда-то у Винсента в телефоне Что-то там пыталась прочитать пару раз Когда мы только-только сошлись Вот так вот Ну, вопрос повторяющийся, как ты мне задала Тебя волнует то, что думают о тебе другие? В последнее время нет Но это все больше и больше вырабатывается Такая толстая кожа Кстати, спасибо Ютубу Потому что на самом деле Когда мы приходим в Ютуб Мы как цыпляты Вообще полностью Только что скорлупа с нас слезла И когда мы начинаем читать Какие-то комментарии о себе Мы воспринимаем это Очень-очень серьезно Очень остро То есть сейчас она настолько толстая Эта кожа Что я даже не помню Когда последний раз заходила Кому-то на канал И читала комментарии о себе У себя, конечно, я читаю Там кто-то меня обижает Я просто их удаляю Я даже пытаюсь сейчас не отвечать А просто удалять И все Теперь нет Но меня очень волнует Что обо мне скажут Допустим, мои друзья Да? Там та же Оксана Там, да? Или та же Надя Ну, мне это очень важно Вот, поэтому Все комментарии Кого я не знаю Нет Уже больше не нужны Есть ли у тебя какой-нибудь Тайный аккаунт В социальных сетях В Инстаграме В Ютубе Где ты можешь С которого ты можешь зайти И написать То, что ты не можешь себе позволить С официального У меня есть еще один аккаунт Который рабочий Да? Он на Гугле Там нет вообще никаких видео Я с него не пишу И он также называется Наталья Фалькона Я с него не смотрю Потому что я обычно смотрю С своего аккаунта Но с Винсента аккаунта Я часто захожу И ставлю себе лайки Вот это я делаю Но я ничего не пишу оттуда Там написано Винсента Фалькона Что я буду писать От его имени, что ли? Целовалась ли Когда-нибудь с девушкой? Да Понравилась? Нет Ты принимала Когда-нибудь антидепрессанты? Нет А нет, подожди Мне выписывали их Я принимала их Наверное неделю И поняла Что мне не надо И больше не стало В Америке Это очень популярная тема Я не верю в это На самом деле Не веришь во что? В антидепрессанты Мне кажется, что ты сам Можешь справиться А если ты на таблетки Садишься То это уже все Это Потом уже с них Почти не слезть Мне кажется Ты когда-нибудь Притворялась спящей Когда тебе это нужно Конечно Из чего бы Конечно Так ты отмазываешься От супружеского долга А, то есть ты халявщица такая Лентейка Ну отстань Я сплю А сама сейчас уже Куда бы пойти С ничего А сама в ютубе Комментирует Так Есть ли у тебя по жизни Такие люди Или были С которыми тебе Вынуждены были общаться Дружить Но ты этого Не очень хотела Конечно Были такие люди Естественно Сейчас не думаю Что они есть Но были Нюхал ли ты когда-нибудь Свои подмышки Перед выходом из дома Конечно Всегда Вообще всегда Еще и Винсента прошу Чтобы он понюхал Говорю Понюхал У меня не пахнет Он говорит Фу, вонючий И я иду Там намажу Этим дезодорантом Да ты что Ну Полезно Полезно Ты когда-нибудь Мужским туалетом Конечно Я Я один раз Забежала В мужской туалет Даже не поняв Что там Это мужской туалет Причем На мне был комбинезон И мне пришлось Полностью снять комбинезон И я сидела Значит На толчке И знаешь Там двери закрываются Ну Ращель Ращельна то есть И я села Такая Сижу И в Ращельну смотрю Зашел мужик И сначала думаю Что он ошибся что ли Потом смотрю Он подошел к писсуару И стоит А мне выходить И я не знаю Как выходить Потому что Зашел еще один Ты понимаешь И я не знаю Что мне делать Я вот так сидела Тихо Вообще Вот так вот И думаю Когда они выйдут Я выбегу И вот это вот Я никогда не забуду Это было страшно На самом деле Потому что через щель Они тоже могли увидеть Что я сижу голая На толчке Потому что На мне был комбинезон Понимаешь То есть На мне вот лифчик был И комбинезон Размер имеет значение Конечно А ты про что? Я про хлеб Меня надо накормить Когда все голодные А при чем Не за размер Как это? Большая буханка Или маленькая Большая порция Или маленькая Размер Очень Имеет значение Отмазалась Конечно Обсуждала ли ты И критиковала Другие блогеров Ну может так вот Между собой Или того с тобой А вот так Чтобы я на ютюбе Как-то Первая Кто обсуждает блогеров Я этого не сделаю Не обязательно Это на публично А с кем-то Ну с кем-то Да, конечно А меня обсуждала? Обсуждала Когда была на тебя обижена Да Ходила к море А кому ты жаловалась? Хлоре Лоре Лоре жаловалась Она может подтвердит А, да Она мне потом писала Да Испытывала Смешно Слушай, все Давай Следующий Следующий Да нет Это как раз Я вопрос увидел Засмеялся Так я говорю Давай следующий Перескакивай Испытывала ли ты Когда-нибудь Метеоризм В общественных местах? Конечно Еще бы Вообще Ой, не могу Ну при чем Ты сдерживаешь Это И Стараешься Чтобы не было Как сдерживаешь? А я не сдерживаю Скажи мне Тебя когда-нибудь Называли Грязной девчонкой? Ну, наверное Да Я не могу Почему Так смешно? Испытывала ли ты Когда-нибудь Чувства К мужу Или парню Своей подруги? Нет Никогда Вообще Даже такого не было Бывало, что такое Ты отправишь СМС И понимаешь Что другому человеку И тебе Тебе просто Стыдно Да Не то Не то, что стыдно Но вот Это получилось Нет Что-то такое Не то, что неприлично Компрометирующее Даже против этого человека Ну вот вчера-то и получилось Я тебе говорю Мы вчера Ну это по-доброму Ну все равно Вчера получилось так Так что Мы с Максом Посмотрели видео Лоры И Макс мне говорит Блин, ну что она выпустила В такое время Ведь просмотров не будет Такое видео классное И я Ему отправляю сообщение Блин За час у нее Всего 400 комментариев Блин, ну что Вот вообще И матом еще такая Просмотров Матом сказала И думаю Что-то мне Макс Даже не ответил на это Вижу ответ Лоры Да мне наплевать на просмотры Я думаю Что? Посмотрела И говорю Лора Это же не тебе сообщение Ну по-доброму Все равно получилось так Что Блин Аскат Вот обсуждает Мои просмотры Но мы переживали На самом деле Потому что Решили что видео стоящее А вышло оно Неправильное Время Ну на самом деле Все Почти 50 вопросов Закончено И последний вопрос Ты соврала Хоть на один вопрос За это время? Нет я не соврала Вообще Не за один вопрос Кроме того Что наверное Ковыряла в носу И разглядывала Нет шучу Собственно все Ну ты от себя Мне какой-нибудь вопрос Задай Ты мне уже задал вопрос Представляла ли я С тобой секс? Скажи мне Какая черта В твоем характере Тебя больше всего Раздражает? Наверное Вот это вот Чувство Что я должна Защитить каждого За что я Все время Получаю по голове То есть у меня Всегда вот это Чувство идет Что я Когда у меня Вот эти вот глаза Наливаются кровью Я не вижу то Что я Защищая Человека Допустим Могу на себя Такой хейт поймать Но я вот это вот Это было всю жизнь Это всегда было То есть с детства И когда я рассказывала Эту историю Что в школе Там против меня Весь класс пошел Потому что я девочку Защищала И бежали за нами И я ногу сломала Это вот началось С той поры Когда мне папа сказал Когда я пожалела Что я это сделала И мне папа сказал Что мне стыдно за тебя Что ты так сказала И после этого Я поняла Что надо защищать всех И ничего не бояться И у меня вот это вот пошло Понимаешь Я вижу там Кого угодно Там тебя обижай Там я буду Это на ютюбе защищать Орать У тебя вообще есть такая Вот даже смысл Сколько раз я тебе говорю Наташа Прежде чем мне что-то Отвечать Да слушай сообщение до конца Ты бежишь вперед Себя Просто вот так вот Да Это тоже есть Это тоже есть Конечно И вот Клене Ланге Тут ездила В Мексику Тоже Огребла Но я не жалею Никогда об этом Допустим Тоже Флориду Ялту я когда-то защищала Получила Машишки Но я никогда Не пожалела О том Что я это сделала То есть Я сделала Так как я хотела Сделала бы Все равно У меня больше Нет вам вопросов Гражданочка Присаживайтесь Так что вот Девочки И мальчики Вот такие вопросы Не знаю Мне почему-то Было очень смешно Может быть Нам просто Это бы смешно А людям Надеюсь Люди Напишите пожалуйста Комментарии Защитите меня Он меня тут вообще На весь ютуб прославил Как Прости господи Почему Потому что Теперь будут все знать Что я занималась Сексом В самолете Это же классно Ну подожди Хорошо Последний вопрос Тебе какой-нибудь Хоть один вопрос Не понравился Да нет Нормальные Все были прикольные В принципе Я с удовольствием На них отвечала Даже если мне был Я не помню уже какой Но какой-то Мне не захотелось Отвечать Но я подумала Если я на него Не отвечу Люди скажут Вот она скрывает Я думаю Я лучше отвечу Ну какой Я не помню Ну наверное Может быть Про секс В общественных местах Вот наверное Про этот То есть Я считаю Что ты рассказал И тут же пожалел Что это рассказал Вот было такое Случай Вот было такое Но я это выпущу Я не буду это вырезать Ну ты Да Можешь Хотя Чуть из такого Господи Ну что такого Все мы Все мы как Зверьки Которые Этим занимаются Только мы все живем Не в норках А в квартирках Ну да Ладно Спасибо тебе большое Наталья Я думаю Что это можно продолжить Только вопрос Где еще взять Кстати Это можно вообще Формат делать У людей Простить вопрос Вот я говорю Какой формат Вообще Они хотели бы Видеть нас с тобой Они говорили Что сделаете клип Тут столько Столько Геморроя И всегда Для меня Должно быть Какое-то вдохновение Я уже перегорел Этим Этих клипов Столько снимал Еще для тебя Ну да Ну нет Был один клип И ладно Но надо какой-то Может быть формат Придумать Я не знаю Какой даже Честно говоря Видишь Когда рядом Живешь Это одно А когда вот так Вот через океан Вот пусть пишут Комментарии Понравилось ли Это такой формат И если есть Может быть Какие-то вопросы Пусть сами придумают А мы будем отвечать Да Так что вот Я не знаю На каком канале Сейчас это видео Но если вы не знаете Меня Я Наталья Фалькон Если вы не знаете Макса То это Крэйзи Макс То есть Пожалуйста Ссылочки все В описании на оба канала Везде На донаты Везде все Вот мне вот сейчас Написали Что типа мол А все понятно Второй канал открыл Денег больше захотел Я говорю Простите меня А что такого-то Я не понимаю Я говорю А что Оказывается В Ютубе платят За количество каналов Подожди А что Нельзя на вторую работу Устраиваться что ли Я не знаю Это то же самое Ну почему Нет Потому что все думают Что это так легко и просто А сколько это времени занимает Это же целыми днями А у тебя было такое Что опускаются руки Именно от просмотров Вот просмотры Такие низкие Что ты думаешь Все я больше не могу Мне плохо Ну вот Подожди Вот этот момент И настал Что я создал свой канал Я не могу смотреть На 122 тысячи И на 5000 просмотров Пусть будет 10 тысяч И 5000 просмотров Мне даже психологически Мне приятнее будет Это смотреть Как-то Я Я сам все-таки Придерживаюсь Этому правилу Что Алгоритм Ютуба Но он не может Меня рекомендовать Другим В виде том Что моим подписчикам Неинтересно Я все-таки Так считаю Ну да А вот ты когда-нибудь Смеялся вообще До боли в животе Вот у тебя было такое Что ты ржал Ты не мог остановиться У тебя живот болел Челюсть Конечно У меня есть пару Таких друзей Вот один из них Андрей Смайль Когда знаешь У меня вообще На самом деле Все мои практически друзья Это мы Одной из главных причин Когда сходимся В плане дружбы Это мы по юмору Если мне человек По юмору не подходит Мы вряд ли Мы будем У меня рыбинские Такие да Потому что Если я на одной волне А вот Смайль У меня такой есть друг Который в принципе Меня и попал Через него Я в шоу-бизнес Он был танцором У Шуры Я только от его смеха У него настолько Возразительный смех И мы друг от друга Ржем Мы просто можем Смотреть друг на друга Тебе нравится вообще Такое состояние Когда ты ржешь Не можешь остановиться И живот болит И скулы болят Ты балдеешь Я балдею Слушай Но поржать Это вообще наше все Да Потому что мы так выживаем На самом деле все Я не понимаю Тех людей Которые Я не понимаю Сегодняшний юмор Вообще Что происходит в мире Я не понимаю Вот эти стендап шоу Для меня это просто Некоторые просто Да ты что Ты не понимаешь Да ты посмотри Я не понимаю Этого юмора Вот эта передача Что будет дальше ЧБД Там же когда Чбарят Унижают И весь зал валяется Сотни миллионов просмотров Это самый популярный А кто там Кто ведет такую передачу Это все стендаперы Там их 10 сидит Один без руки Там еще что Там Шура был Там Шоу так Вот это как раз Это тот случай Когда испанский стыд Когда тебе настолько стыдно Да рассмотреть такое не хочу Это просто ужас И я не понимаю Этот юмор Вот честно Сегодняшний юмор Я не понимаю Слава Богу Что я на другом юморе Ну вот скажи мне А допустим Фильм Сваты Тебе смешон? Я не смотрел Потому что мне не смешно совсем Все говорят Ой такой смешной Такой смешной Я не люблю Когда стараются рассмешить Когда стараются рассмешить Все Я люблю когда вот Мне знаешь что смешно Картункова Вот это вот Картункова для меня Это вот Да Да Самый что ни на есть Пик юмора для меня Это мой юмор Может быть кто-то и не понимает Вот это вот я Все Да Да И еще помнишь Такая передача была По-моему на РНТВ что ли Одна за всех Там тогда вот такая Крис Крошка Там они две губастые Потом она Продавщица Галла Дог Галла Дог Нет Я не знаю Да ты А там она Вот эти которые говорят Иу Нет? Да А у меня они никогда Не были смешны Ну я не только про них Там же сюжетов много Галла Дог Когда ты мне сказала Про двух с губами Галла Дог Там она Продавщица Галла Дог Дог Это же такой ржач Я не знаю Посмотри Называется Одна за всех В ютубе забей А вот Это очень Это очень распространенный вопрос Это очень Вопрос такой Примитивный Но он всегда Интересует всех Вот если бы у тебя было Сейчас три желания Вот что бы ты Сейчас загадал Вот три желания Ты можешь Этот Исполнить То есть я тебе могу Исполнить Что бы ты загадал Естественно Первое желание Вернуть Работу И что бы еще было В два раза больше Что бы мне некогда было Не знаю В туалет сходить Вот я хочу Что бы было столько работы Что бы мы Я обожаю гастроли Я вообще обожаю Вот это главное желание Наверное Соответственно Из этого желания Будет вытекать все И деньги будут И все 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 будет Это наверное Самое Такое главное Желание А какие еще Желания Не знаю Ну вот это Могу банально Конечно Чтобы все были Живы-здоровы И не было Голубой Да Голубой Да Не знаю Для меня Это самое главное Третье желание Говори Ты не можешь Упустить Третье желание Что ты хочешь сказать Ну хорошо Машину хочу Дорогую Супер дорогую Машину Ну не супер дорогую А просто Новую И я успокоюсь На три года Чтоб не менять Каждый год А денег Не хочешь побольше А я же тебе сказал Будет работа А соответственно Будет и деньги А просто вот денег На счету Без работы В смысле Работа будет Но деньги Чтобы раз И на счету Был миллион Два-три миллиона Пять Не хотел бы Ну хотел бы Кто бы не хотел Да хотел бы Я просто хочу Быть счастливым человеком Ну да А в этой счастье Можно все И личная жизнь И дети И деньги И машины И работа Да Как я красиво закончил А Молодец Молодец Все Спасибо всем за внимание Был очень классный формат Всех обняли Приподняли Поцеловали Все сделали Я хочу сказать Что я думаю Что это очень интересный формат Был Мне было интересно Да Я хоть от енотов Отвлеклась немножко Все Ну все Целуем вас Пока-пока Как он там Обнимает Приподнимает У меня нет сил Целуют Все один У меня таких нет сил Приподнимать Целовать могу Приподнимать Обнять могу Приподнять нет Все Пока-пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok